Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. А сейчас синяки, синяки, синяки. Хорошо, синяки, синяки. Так вот, вот, а теперь витамин С, где он отдит. Витамин С, все знают. 18 июня, день Дорофея, назван в память святого священномученика Дорофея, епископа Тирского. Во время гонений на христиан бежал в Малую Азию. Здесь тоже не скрылся от идолослужителей. Бог призывал его к венцу мученическому. Был схвачен язычниками. Претерпевший разнообразные мучения, во время страданий предал в руки Господа блаженную душу свою, имея 107 лет от роду. Оставил после себя важные для христиан сочинения на греческом и латинском языках. Ранее говорили, что Дорофея приносит самые короткие ночи, которые назывались воробинами. Продолжаются до 26 июня. В это время расцветала мистическая сон трава и считали, что сныть теперь вещи. Если приснится добрый молодец или красная девица, это к счастью. Если старуха, то это к беде. Так как сон трава цветет по ночам, то ее нужно собирать, используя специальные заговоры и производя различные обряды. А узнать правильную сон траву, которую используют для волшебных снадобий, можно, если ее опустить в ключевую воду в период полнолуния. И если она зашевелится, значит правильно. Так как нечистая сила боится сон травы, то ее использовали для разных обрядов. В древних травниках писали, если человек носит при себе сон траву, того бесы стороной обходят. Кто носит сон траву при себе, от того дьявол бежит. В доме ее иметь добро нажить, а хоромы строит под угол класть спокойно жить. Приметы. Хорошая погода на Дорофее будет богатый урожай зерна. Если много пустоцвета на огурцах, совершали такой обряд. Хозяйки сегодня волокли в огород ногой старый лапоть и бросали в огурцы, говоря, как густо сей лапоть плелся, так чтоб и огурцы мои плелись. Если выплывать все сорняки сегодня утром, то они больше не появятся. И как раз витамин П повышает прочность капилляров и улучшает их эластичность. А вот сколько этого витамина П имеет смысл есть? Вы говорите, что есть дозировка в этих витаминах синтетических. А в натуральных источниках витаминов отсутствует потребность следить за объемом? За объемом правильно, потребность витамина П точно не установлена, но установлено, что в соотношении витамина П и С должно быть таково, что его должно быть витамина П в два раза меньше, чем витамина С. Тогда они работают так, как мы. А они вообще впали хорошо? Да, да. И оказывается, природные продукты как раз и содержат их в том количестве, в том виде, в котором они и нужны для нашего организма. А где этот витамин П, витамин рутин встречается? Он встречается у нас, ну, прежде всего, в клюкве как раз ты держишь. Кстати, и здесь же и витамин С имеется. Вот я читала в вашей книге про ягоды, про клюкву, про черную смородину. Да. И крыжовник. Да, да, да. Это черника. Смотри, у тебя есть черника. Ягодная вообще такая штучка. Черешня, крыжовник, клюква и вишня. Вот, кстати, то, что окрашено таким красненьким пигментом, как раз вот и содержит вот этот удивительный витамин, рутин, наиболее лучшим для организма в виде. И, кстати, и здесь же, вот видите, вот этот пигментик. Ну, как раз на кровь похоже, а мы-то капилляры восстанавливаем. И, кстати, здесь же содержится и витамин С. И вот, что еще интересно сказать. Если какие-то продукты, они обладают разным вкусом. Кислый как? Кислый. Да. А что делает кислый вкус? Оказывается, кислый вроде как сушит. Вот, горький сушит. А кислый задерживает воду в организме и способствует тому, что наш организм, наводняясь водой, делается более эластичным. А. Удерживая воду. Вот, хорошей водой. Потому что бывает, что такая плохая вода, если начинает говорить, где эти магний, потому что у вас много лишней воды. Ну, не магний, а больше всего калий там. Но калий, он содержится у нас в различных сухофруктах, особенно в сушеных абрикосах. Его хорошо используют в сушеных ямахах. И лишняя вода будет отлично выходить. 15-е лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово. На тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние прерывного действия Луны, а не собственная потребность. В питании шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом, из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. 16-е лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!